всем привет друзья вы на канале автоазарт с вами по-прежнему артём у меня для вас просто бомбические новости ребят смотрите что у нас появилась новая акустика от компании mp на гибридных магнитах смотрим давайте обо всем по порядку что же означает гибридные динамики гибридная магнитная система гибрид и все такое прочее это не автомобиль это не означает что эти динамики подходят только для современных гибридных машин нет магнитная система гибридных динамиков выполняется сразу из двух видов магнитов это большое достаточно массивное ферритовое кольцо снаружи и внутри самой катушки в керне располагается неодимовая шайба что нам это дает это очень хорошо повышает эффективности кпд динамика за счет более мощного магнитного поля в зазоре удалось достаточно скромные параметры дать по мощности это не означает что динамик не можно можно просто благодаря повышенной эффективности этим динамикам не нужно много мощности чтобы они играли модельном ряду гибридной акустики сейчас две модельки это fr 65 м34 и fr 65 м20 отличаются они размером катушки и размером неодимового магнита который установлен внутри в керне но я думаю это заметно м20 динамик более легкий кстати отличительной особенностью этих динамиков является очень легкая подвижная часть и очень мягкая играет просто изумительно на прослушивание иначе а вы это увидите применяется корзина достаточно плотно достаточно жесткая с антирезонансным покрытием в круг и еще такой момент тоже не часто на динамиках встречается но мы сделали терминалы разнесены специально чтобы распределить нагрузку на центрирующую шайбу чтобы в режиме максимального хода что при режиме максимальной мощности динамику ничего абсолютно не мешало максимально ровно и стабильно играть и это заметно также толщину подводящих проводов особенно вот здесь взять взята специально с запасом динамик абсолютно ничего не боится он не боится перегрузок никаких номинальная мощность старшего динамика 150 ватт динамика помладше 100 ватт также отличают эти динамики вообще от всех что представлено на рынке алюминиевый пылезащитный колпачок вот такой вот необычной формы сделано это специально чтобы расширить диапазон частот этого динамика вверх то есть чтобы динамики спокойно доигрывали до 8 до 10 килогерц это сделано чтобы получить звук более прозрачный более легкий чтобы можно было стыковать его с абсолютно любым твиттером какой только захотите маленький большой неважно какой старшего динамика обратите внимание на магнит он буквально на сантиметр меньше посадочного отверстия гигантский тяжелый все как вы любите не забудь подписаться на наш канал не пропуск про пупа то не забудь подписаться на наш канал чтобы не пропускать новые видео участвовать в наших конкурсах следить за обновлениями подпишись на instagram да кстати ставь лайк если заметил что я похудел и отдельно хотел бы вам показать эти динамики поближе чтобы вы посмотрели на качество сборки f65 m34 максимально с близкого ракурса что вы посмотрели на качество сборки все собрано максимально ровно вот такой вот классный динамик кстати к слову о мощности магнитной системы сейчас я возьму пару болтиков и мы с вами посмотрим сколько можно поставить болтиков на этот динамик такой тест который вы сможете сделать сами смотрите сколько саморезиков у нас поместится или будут магнититься центральному колпачку полизащитном они даже по собственным а вот так вот максимально наглядно смотрите раз два три 4 5 вот такая вот штука смотрите что я делаю поднимаю их вверх и они до сих пор держатся смотрите насколько мощный неодимовый магнит все это позволяет завысить кпд динамика просто в небеса давайте слушать сразу остановимся на амплитудные частотные характеристики динамика буквально пару слов я про это скажу в общем смотрите что здесь можно заметить плавное затухание от 125 герц и ниже и плавное затухание где-то от 8 килогерц до 10 и ниже пошел-пошел-пошел естественный такой спад чтобы я рекомендовал по фильтрации для этого комплекта но во-первых 125 снизу вторым порядком а сверху я бы выбрал бы 6 3 8 или 10 зависимости от того какой twitter мы будем использовать середина относительно ровная без каких-то лишних всплесков и спадов как раз таки на слух это и выражается достаточно ровным и громким приятным звуком так что тут у нас по старшей модели обратите внимание старшая модель играет еще ровнее вообще а чеха вообще такая форма а чеха в основном присущи именно широкополосным динамиком обратите внимание динамик спокойно доигрывает до 100 герц снизу и вверх что 8 что 10 что 12 килогерц и выше смотрите динамик практически не теряется это как раз таки благодаря алюминиевому колпачку очень тоненькому который позволяет динамику играть вверх поэтому эту акустику также можно стыковать с абсолютно любым твиттером и еще показателем будет максимально вообще ровно и гладкая середина смотрите как здесь все прекрасно и красиво выглядит динамик такой большой катушка любит мощность но даже при подаче мощности выше номинальной были искать близко к максимальной динамик по-прежнему будет сохранять свою линейность а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Подойдет эта акустика. Младшая модель M20 при стоимости всего 3650 рублей. Отлично зайдет новичкам. Цена за комплект. Отлично зайдет новичкам, так как обладает не сильно высокой номинальной мощностью, очень хорошим, очень хорошим, очень хорошим, очень хорошим кпд, просто отличнейшим звуком во всем диапазоне. Также при меньше подводимой мощности этот динамик играет громче, чем старший собрат. По старшей акустике M34 это уже такое достаточно серьезное изделие для профессионалов. Я думаю, и магнит говорит об этом же. 150 ватт номинальной мощности. Здесь больше катушка, он выдерживает большую мощность. Стоимость пары таких динамиков 4900 рублей. И эта модель, и предыдущая просто шикарно подойдет для двухполосных систем. Я вам уже говорил ранее, что с твиттером можно стыковать абсолютно на любой частоте. Там от 3 до 10 кГц, пожалуйста, без проблем, как хотите. Очень низко динамики забираются. Что 34, что 20. Играют уверенно от 100 Гц, от 125, если будете подавать мощность выше номинальной. Динамики обладают очень плотным и мощным панчем. Я думаю, вы это тоже услышали на видео. Да и по АЧХ это было видно. А также, эту акустику вы сможете услышать уже в этом сезоне в наших демокарах. Мы ее там будем активно применять, использовать. И можно будет послушать на улице, как она играет. На каком расстоянии, и как чисто и детально она может звучать. Всем огромное спасибо, друзья, что меня смотрите. Оставайтесь с нами. Буквально на следующей неделе выйдет обзор по Прайду. По его новиночкам. И еще чуть попозже выйдет обзор про компонентную акустику, которую мы все так долго ждем. Всем пока. Что еще сказать? Да честно, я в шоке просто, как они могут играть. Даже в эстраду захотелось вернуться. Собрать что ли? ESPL или вообще ESPL собрать полностью? С SQ перейти? Вернуться, так скажем, обратно в лагерь у нас. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.